Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. Субботники пресс-службы МВД в доступной игровой форме рассказали ребятам о правилах безопасного поведения. Детям объяснили, как следует себя вести, если к ним обращаются незнакомые люди. Для того, чтобы ребята лучше усвоили пять важных правил, их вовлекли в процесс игры и смоделировали несколько проблемных жизненных ситуаций. Мальчишки и девчонки с удовольствием принимали участие в конкурсах и отгадывали тематические задачи. Заместитель председателя общественного совета при МВД по республике Али Байрамкулов и добровольцы провели с детьми развлекательно-познавательные мероприятия, где ребята имели возможность ознакомиться с работой поисковиков и получить знания по основам оказания первой помощи. Руководство социально-реабилитационного центра «Надежда» для несовершеннолетних положительно оценили формат встречи. Настоящая романтика, нежность и скромность с ее стороны, мужская мудрость и защита с его. Секрет крепкого союза Рустама и Анастасии Лайпановых, который привел их к семейному счастью. Троим замечательным малышкам Амире, Софии и Алине. Историю счастливой русско-карачаевской семьи, которые не помешали построить крепкие отношения, различия культур, расскажет Фатима Даурова. Полуденное солнце ласково припекает соцветия красивых растений, которые украшают двор наших героев. Цветочный аромат ярко насыщает летний воздух, тем самым еще раз подчеркивая любимое время года детворы. Анастасия Лайпанова любит проводить время среди своих клумб, пестреющих разными красками. Сегодня компанию ей составила самая младшая из дочерей – двухлетняя Алина. Тонкий ценитель маминого творчества, красоты и ароматов. К ним присоединяются Амира и София, которые, как опытные натуралисты, время зря не теряя, изучают всю живность в огороде. И самое увлекательное из занятий – ловля жуков. Кто их собирал? Мы с Софией. И не страшно было? Нет, только долго ловили. А какие жуки вам больше сейчас нравятся? Есть у вас определенные жуки? Броненосцы. А вот как этот называется? Броненосцы. Рустам и Анастасия Лайпановы познакомились на службе. Оба – сотрудники Карачаевского отдела вневедомственной охраны управления Росгвардией России по республике. Взаимная симпатия переросла в крепкие отношения, а затем и в законный брак, в котором они состоят с 2013 года. Сейчас растят троих девочек-сестричек. Она русская, он карачаевец. Символ десятилетней годовщины супружеской жизни – олова, которая, в свою очередь, является символом гибкости. Это говорит о том, что супруги приросли друг к другу, подстроились под особенности каждого. Можно сказать, что их брак стал гибким. Прямо мужчина-мужчина. Я понимала, что я буду за этим человеком, как за каменной стеной. Были моменты, когда в каждой семье, наверное, ссоры, переживания какие-то. Да, не без этого. Но мы идем друг к другу навстречу. Кто-то кому-то уступает. В основном я, бывает, уступаю. Но это, наверное, самое главное – друг друга уважать, ценить. За это время Анастасия на собственном опыте убедилась – разница в традициях, вероисповедании или же месте жительства не является препятствием, если речь идет о любви. В их семье принято отмечать праздники обоих народов. Они проходят в кругу друзей, близких и родственников. В Пасху у них на столе появляются крашеные яйца, которые гордо соседствуют с карачаевскими хачинами. Русская келинка успела полюбить и мусульманские праздники. Так как я выходила замуж, мы сделали никях. Я все-таки придерживаюсь его религии. Но при всем при этом мы празднуем и христианские праздники, и мусульманские праздники. То есть от меня, например, его родители ждут, когда я с Пасху, с Пику привезу, им это очень нравится. Также, когда у его родителей мусульманские праздники, мы всей семьей туда едем, проводим время, празднуем, отмечаем. Рустам, как истинный горец, немногословен. Особенно, когда речь идет о чувствах. И только его глаза, сияющие счастьем и любовью к своей семье, сами говорят за себя. Главным семейным фундаментом считает взаимопонимание. Да, я предполагаю взаимопонимание. Где-то надо прислушиваться, где-то надо наоборот. Уступать, поддерживать. Вот так. Кто хочет жить, будет жить. Красивая семья Лайпановых так и живет. В мире и согласии, в любви, без национальностей. Они умеют договариваться на любом языке. И что же для них значит интернациональная семья? Это счастливая семья. Фатима Даурова, Расул Бердия, Вести, Карачаево, Черкесия. 1 июня в Черкесске по улице Первомайской организовали благотворительную ярмарку «День распахнутых сердец». Все вырученные средства будут направлены на поддержку наших бойцов-участников СВО. Всего в этот день было собрано 97 тысяч рублей о представленных работах Альбина Ламкова. Наша республика богата талантливыми мастерами, людьми творческими и увлеченными, для которых любой материал – источник вдохновения. Поэтому и представленные работы заинтересовали всех гостей благотворительной ярмарки. Организовали мероприятия Министерства культуры республики, мэрия Черкесской и волонтеры регионального штаба «Мы вместе». В эти минуты у нас открылась наша выставка художников, причем как мастеров уже состоявшихся, так и детей, которые учатся в детских художественных школах, и даже ребят с особенностями здоровья. Проводим необычный формат праздника. Подготовили мероприятие, чтобы каждый мог почувствовать и атмосферу праздника, но в то же время выразить свою поддержку нашим воинам и их семьям. Полет фантазий мастеров безграничен. Каждый стол был достойен внимания своим оформлением и привлекал покупателей богатым ассортиментом. Все выглядело красиво и празднично. Изделия раскупали, и коробка для пожертвований потихонечку заполнялась. Посетили ярмарку как официальные лица республики, так и простые жители города. Иду по делу, и мимо прохожу. Здесь такая красота, что все дешево. Все так дешево. Приобрели что-нибудь? Ну, конечно. Это вот папочки себе. Вообще вот эти вот деревца, для того симпатичные, статуэтки. Там тоже рисунки. Дети старались. У меня хоть и пенсия маленькая, но все равно это помогать-то надо нашим. Кроме того, на ярмарке был организован пункт приема книг, игрушек, развивающих игр и канцелярских товаров для дальнейшей передачи детям из Старобельского района ЛНР. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные. После продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин В Черкесске Государственный фонд Защитника Отечества поздравил маленьких жителей республики с Днем Защиты Детей. На праздничное мероприятие пригласили детей, участников и ветеранов СВО. С праздника Дарья Тендит. Первым мероприятием, которое прошло в открывшемся накануне филиале Государственного фонда поддержки семей ветеранов и участников СВО, стал праздник День Защиты Детей. Ребятам провели экскурсию в новом помещении. Холл филиала украшала выставка рисунков «Мой папа-герой». Фонд Защитники Отечества создан для оказания социальной медицинской помощи семьям ветеранов и семьям участников СВО. Специалисты будут помогать в России реабилитацию, отметил руководитель Марат Абазалиев. В доступной для детей форме попытаемся объяснить, чем мы будем заниматься и как мы будем помогать их родителям, которые находятся на боевой, и как будем помогать самим детям, их мамам. Заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова поздравила маленьких жителей с международным праздником и пожелала всем счастья и здоровья. Все, что делается сегодня, это как раз направлено на то, чтобы вот эти наши детки, детки-героев, которые сегодня защищают Родину, были счастливы и довольны. Для всех это счастье, радость. Моя, прям как услышала, в восторге была. Сказала, что поедем, посмотрим, повеселимся. Задача взрослых – обеспечить безопасное будущее и счастливое детство для ребят. Именно за это борются сейчас их отцы, находящиеся на СВО. Конечно, детишки скучают без папы, и чтобы им поднять настроение, взрослые организовали для них настоящий праздник. Мы решили устроить вам небольшой праздник. Мы хотим, чтобы вы росли в любви и заботе, чтобы вы стали самыми счастливыми. На праздник пригласили веселых аниматоров. Вместе с ними дети танцевали под зажигательные песни. После музыкального развлечения детям раздали мелки. Для них провели небольшой конкурс на лучший рисунок. Конечно же, победителей не было. Каждая работа была лучшей по-своему. А сладкий приз – вкусное мороженое – получили все участники. Маленьким жителям вручили и памятные сувениры. Дети были в восторге. Какое у тебя сегодня настроение? Веселое, отличное. Само слово «праздник» ассоциируется с радостью, а детский – с двойной. Для многих ребят это праздничное поздравление останется надолго ярким воспоминанием. Завершилось мероприятие совместной фотографии на память. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В День защиты детей в парке «Юность» в Черкесске прошел фестиваль «Первых» для школьников, организованный Российским движением детей и молодежи. В программе мастер-классы, конкурсы и различные соревнования. Ахмат Халхечев продолжит. Детско-юношеский фестиваль «Первых» в парке «Юность» в первый день лета собрал свыше ста детей со всех школ города Черкеска. Ребята разделили на пять групп, которые по очереди должны пройти пять различных станций. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» решили организовать фестиваль «Первых» в 79 субъектах Российской Федерации. И мы вошли в этот список. Я хочу сказать, что не только сегодня на площади Кирова у нас состоялся фестиваль, но также и представители Карачаевой Черкесской Республики отправились в Москву, в Ставрополь, на Машук, для того, чтобы представить нашу республику. Везде представляют нашу республику дети и также наставники «Движение первых». Организацию фестиваля поддержали Министерство по делам молодежи Карачаевой Черкесии и мэрия республиканской столицы. Ну а представительство Российского Красного Креста, Министерство внутренних дел и Главное управление МЧС организовали свои тематические площадки для участников. С неподдельным интересом дети вовлеклись в задания различных станций фестиваля. Кому-то интересна разборка-сборка автомата, а кого-то привлекает оригами. Ну а другие хотят преуспеть в спорте и легкой атлетике, или же освоить азы оказания первой помощи. Новые знакомства – это важно, я думаю, в будущем будет. Может, даже что-нибудь вместе потом пойдем гулять или что-нибудь сделаем, не знаю. Пока что неизвестно. На этом мероприятии вы были знакомы? Нет. Из разных школ? Да. После того, что… С 18-й. С 4-й. Ну а любители интеллектуальных видов спорта ждали шахматные столы. Кто выигрывает? Ну я по качеству, я выиграю. Дальше не знаю. Все может произойти. Если где-то зевну, то он начнет. Общероссийское общественно-государственное движение «Детей и молодежи» – движение первых – было образовано по распоряжению президента страны с целью консолидации усилий для всестороннего развития и самореализации подрастающего поколения. И действительно, можно сказать, что все площадки фестиваля напрямую отвечали уставным задачам организации. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашбоков, Весть Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Продолжение следует...